Здравствуйте! Вся страна готовится к празднованию Дня Великой Победы. Ввиду продолжающегося режима самоизоляции, чествование ветеранов в этом году, очевидно, будет особенным. А вот каким именно, мы расскажем сегодня. Вы смотрите Детали Актуальные. Детали Актуальные. Каким будет 9 мая в этом году? Вы знаете, должны были подключиться и еще подключиться на самом деле, потому что праздник, который настолько святой и великий для нашего народа, он не может быть отменен. И, как сказал президент в своем выступлении, этот праздник обязательно состоится, но уже в альтернативную дату, после того, как вся обстановка внешняя не будет представлять никакой угрозы для здоровья людей. Поэтому все творческие силы до сих пор находятся в готовности. И как только будет объявлена дата, мы с полной долей уверенности всю программу, которую запланировали для проведения в День Победы, в 75-летие со Дня Победы, обязательно ее воплотим в жизнь. Ну а что касается того, как мы будем отмечать непосредственно этот праздник 9 мая, то здесь в силу тех обстоятельств, которые сегодня мы имеем, многие мероприятия пройдут, как это уже стало привычным за такой немалый период времени в онлайн формате. Это и огромный онлайн марафон, который мы делаем вместе с вами, с телеканалом Юрген, который объединит на своей площадке практически всю республику, выступят творческие силы всех муниципалитетов республики Коми. И здесь в нашей республике обязательно мы воплотим в жизнь ряд федеральных проектов, такие как проекты волонтерского движения Организационного комитета Года памяти и славы, когда волонтеры содействуют в облагораживании территории у домов ветеранов, организуют телефонные звонки каждому участнику войны и всем труженикам тыла с телефонными поздравлениями и многое-многое другое, что обязательно состоится в преддверии и непосредственно в День Победы, но в таком вот заочном формате. Хорошо, теперь в целом о культуре. Сейчас закрыты абсолютно все учреждения культурные или есть какие-то исключения? Да, все учреждения культурные, кроме нашего министерства, не менее культурного, все закрыты. Хорошо. К последним крупным мероприятиям, в онлайн уже формате, 15 марта Минкульт Республики запустил онлайн-марафон «Искусство рядом», за первый месяц под этим хэштегом было выпущено более 2000 постов, 1 миллион просмотров тогда еще был. Будет ли продолжение? Вы знаете, я не считаю, конечно, что это такая панацея сложившейся сегодня ситуации и ничего на самом деле, ничто не сможет заменить живое общение с театром, живое общение, причем абсолютно двустороннее движение. Как те, кто находится в зале с артистами, так и для артистов общение со зрителем, ничто не сможет заменить живое. Но в сложившихся сегодня условиях я считаю, что это очень успешная акция, которая была нами запущена, и я уверен, что мы продолжим ее дальше тиражирование и развитие в будущие периоды, потому что сегодня во многом мы открыли глаза на эти форматы, и если в целом это, конечно, совершенно не новое действие для культуры, как и, в принципе, для всех отраслей, но настолько масштабно и всепроникающе мы работаем впервые в онлайне, и это хороший опыт, который мы обязательно сохраним на будущее. Хорошо, продолжаются библиотечные реформы, и в этом году еще шесть библиотек, плюс к 11 уже действующим, они получат, вот эти шесть библиотек, статус модельных. В каких муниципалитетах? Вы знаете, по всей республике у нас на ближайшие четыре года до окончания срока действия национального проекта расписана целая библиотечная карта. И если быть более откровенным, то это такое библиотечное десятилетие, под которое мы приняли целую программу, и ежегодно в нашем трехлетнем бюджете уже железно будут выделяться средства на модернизацию библиотек. Их более 250 в итоговом документе библиотечной реформы, библиотечный атлас, он называется так, и мы сейчас собираемся принять его на уровне правительства, затвердить. И эта реформа будет охватывать, безусловно, все, без исключения, общедоступные библиотеки. Мы подразумеваем, что все те библиотеки, которые продолжат свое существование и после 2030 года, то есть реформа рассчитана сегодня на 10 лет, они все должны быть подвержены вот этой вот реформации. И еще о нацпроекте «Культура». За последние два года открыто пять виртуальных концертных залов нашей республики. Напомню, эта функция, вот эта функция виртуальных концертных залов позволяет посмотреть в прямом эфире или в записи крупнейшей постановки, мировой, российской и так далее. Планируется ли открытие еще таких залов? Да, конечно. Мы в этом году также в рамках национального проекта откроем два виртуальных концертных зала в городах Емба и Микунь. И здесь нужно сказать, что по условиям национального проекта сегодня такие типы учреждений, такие типы направлений работы свойственны, согласно документам, только городским территориям. Поэтому в следующем году мы завершим исполнение национального проекта в части оснащения городов виртуальными концертными залами. Но нужно сказать, что ни сельские территории, ни крупные поселки, которые сегодня есть на территории нашей республики, не будут обделены. В этих территориях мы продолжаем открывать кинозалы, кинотеатры. И мы ставим перед собой такую задачу, чтобы все виртуальные концертные залы и все кинотеатры, которые мы сегодня открываем, чтобы они все работали в едином формате и в формате взаимозаменяемости, если это будет необходимо. Хорошо, Сергей Витальевич, спасибо большое, что нашли для нас время. С наступающим вас праздником Великой Победы, равно как и всех наших зрителей. Оставайтесь, пожалуйста, дома, оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!